Реализация инвестиционных проектов и формирование благоприятного инвестиционного климата в администрации городского округа прошло совещание с представителями бизнеса. На встрече обсудили итоги, проделанные за последние годы работы, а также заключили ряд соглашений с руководителями промышленных предприятий. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Объем инвестиций в экономику Люберит за 2021 год составил 48 миллиардов рублей. В городском округе создано более полутора тысяч рабочих мест. По сравнению с прошлыми годами эти показатели выросли в несколько раз. Несмотря на то, что пандемия по-прежнему диктует свои условия, промышленные и торговые предприятия продолжают работать и развиваться. Люберитский городской округ по сути столичный регион и здесь как нигде. Либо вопросы экономики, привлечения инвестиций, а мы говорим о привлечении инвестиций, потому что это в будущее. Это доходы бюджета, это налоговая какая-то будет база с точки зрения имущества, с точки зрения создания рабочих мест. В настоящее время в городском округе в стадии реализации 83 инвестиционных проекта. Совсем скоро начнется строительство многофункционального логистического комплекса «Томилино-парк». На земельном участке площадью 19 гектаров будет создано 75 тысяч производственно-складских помещений и до тысячи рабочих мест. Глава Люберитс Владимир Ужицкий, инвестор проекта, подписали соглашение о сотрудничестве. Чувствуется поддержка плечом, Владимир Петрович. Мы решили развиваться еще далее, заходить в другие сектора и укореняться на расходах и бюджетности. Еще одним знаковым событием стало вручение соглашения о предоставлении земельного участка весоизмерительной компании «Тенза-М». На площади полтора гектара построят производственный цех для выпуска новой линейки продукции. Благодаря инвестиционному проекту будет создано 20 новых высокопроизводительных рабочих мест.